Всероссийское добровольное пожарное общество – продолжатель традиций и деятельности пожарных добровольцев, которые были заложены еще 130 лет назад. В настоящее время ВДПО является основным организатором общественных и добровольных противопожарных и аварийно-спасательных формирований на территории нашей страны. К огнеборцам всегда спешат на помощь пожарные добровольцы. Один из них – студент 4-го курса Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина Дмитрий Любецкий. Молодой человек мечтает стать пожарным с детства. С мамой шли просто по улице, видели, как мчится красная машина. Очень понравилось тогда, и вот тогда решил связать свою жизнь с этим. Пожарный доброволец звучит почетно, признается Дмитрий. Дважды в месяц парень несет службу в пожарно-спасательной части городского округа Люберцы. За год службы он проявил себя инициативным, волевым и самоотверженным бойцом. Свой первый выезд на пожар Дмитрию особенно запомнился. Горела баня, большая площадь была. Очень большой жар, разбор очень сильный был, пожары. Если Дмитрий Любецкий успешно демонстрирует свое мастерство и готовность к ликвидации пожаров, то ученик Люберецкой гимназии 44 Эдуард Джамбинов с гордостью отстаивает честь Московской области на спортивных состязаниях. Он завоевал титул чемпиона по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров. Золотую медаль ученик 11 класса привез в Люберцы из Хорватии. Поначалу меня не брали ни на какие сборы, ни на какие соревнования такие важные. Интерес начал угасать. Вскоре удача парню улыбнулась. Его заметили и пригласили принять участие в очередном турнире по пожарно-прикладному спорту. В 2018 году он стал победителем чемпионата России. Теперь на счету Эдуарда десятки побед. С Эдуардом мы познакомились в 2015 году. Я только пришла как раз в школу и сложилось так, что проводились соревнования по пожарно-прикладному спорту. Тогда я уговорила ребят, его и еще несколько мальчишек, девчонок пойти на соревнования, попробовать свои силы. Большую часть времени, особенно в преддверии соревнований, Эдуард проводит на подготовительных сборах. Сейчас они проходят в Паловском посаде. В составе юношеской сборной Московской области Люберчанин готовится к участию в чемпионате России. Самое главное, общекомандная, золотая медаль. Второе место у меня за тоже общекомандный вид, боевую развертывание. Мы заняли второе место. У меня остался один год уже в юношеской команде. И вот, чтобы быть сильнее и быстрее, меня перевели в мужскую сборную. У них график поплотнее, тренировки более усердные, жесткие. Учебу я тоже не забрасываю. После окончания школы Эдуард планирует поступать в Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России. А пока все его время занимают ежедневные тренировки, подготовительные сборы и учеба. Чтобы поддерживать физическую форму, Джамбина входит в спортивный зал при 27-й Люберецкой пожарно-спасательной части. Здесь же он освоил технику подъема по штурмовой лестнице. Совместно с Российским пожарным обществом наше подразделение достаточно тесно контактирует. Ежегодно проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту. Именно они привлекают людей, которые не являются профессиональными пожарными. Набором их, обучением. У многих из них, например, была какая-то мечта, допустим, попробовать себя в этой роли. И многие из этих, как и ребят молодых, уже совершеннолетних и взрослых, могут себя попробовать именно в должности пожарного. Добровольцем может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста. Развитие добровольческого движения важно и ценно в деле помощи борьбы с огнем. Это показал опыт не только подмосковного региона, но и многих стран. Добровольцы и профессионалы всегда идут рука об руку, помогают и поддерживают друг друга. Елена Кирсанова, Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.